Для меня, как и для многих из вас, Телеграм — одно из самых часто используемых приложений. Поэтому сегодня я хочу поделиться с вами информацией о том, как прокачать Телеграм, то есть какие настройки нужно задать, чтобы пользоваться мессенджером было намного удобнее. Эта инструкция станет полезной абсолютно всем, поэтому давайте приступать. Продолжение следует... В общем, используйте «Избранное» как вам удобно, совершайте поиск по данной закладке, а отсматривайте материалы по категориям. Более того, «Избранное» может стать и местом для напоминаний. Написав текст, зажмите кнопку отправки и задайте напоминание. Справедливо подметить, что со временем «Избранное» может стать очень мусорным местом, где отыскать то, что вы сохранили, будет практически нереально. Хотя если пользоваться сортировкой по категориям, это все еще возможно. Подобных мест, то есть хранилищ «Избранное», по сути, можно иметь безмерное количество. Для этого понадобится создать приватный канал с конкретной целью. Например, в одном будут храниться только фотографии, в другом — видео, в третьей будут пересылаться полезные посты с других каналов, а в четвертом — записываться список дел. Именно создав канал с отдельными направлениями, вы сможете разгрузить свой Телеграм и сделать его более полезным. Следующий пункт, который поможет вам привести в порядок свой Телеграм, — это архив. Место, куда можно отгрузить диалоги, каналы или группы, которые вы читаете нечасто, и они лишь захламляют место в основных чатах. Вот вам несколько идей. Отправьте в архив все диалоги с людьми, которые очень старые, но могут понадобиться в любой момент для поиска информации. Или сгрузите туда только каналы, которые вроде как вам еще нужны, но их вы все же читаете очень нечасто. Предварительно выключите на каналах уведомления, таким образом они не будут уходить из архива, а вы время от времени заходите в данную вкладку и получаете нужную информацию. То же самое можно проделать и с группами. Частенько там скапливается много сообщений, и дабы они не мозолили вам глаза, оставляйте их в архиве. В общем, с этой функцией можно и нужно фантазировать. В общем, протестируйте разные варианты и выберите лучший. Кстати, Телеграм полон секретных фишек, о которых важно знать. Например, в мессенджере есть особые сообщения, которые можно отправлять в будущее или без звука. Как это можно сделать, а также о возможности тайно прочитать сообщения собеседника и открыть заблокированные каналы и боты, я рассказываю на нашем канале в Телеграм Т9грам. Обязательно посмотрите эти и другие фишки мессенджера. С минимальными улучшениями разобрались, теперь перейдем к чему-то более важному. Это я говорю о папках Телеграма. Именно они помогут вам настроить мессенджер так, что вы не будете пропускать новых сообщений и сможете рассортировать чаты по направлениям и видам. В общем, здесь тоже много опций. Расскажу о самых интересных. Прежде всего нужно знать, что Телега позволяет создавать до 10 папок. Этого вполне достаточно, чтобы привести в порядок чаты. Для начала вы просто обязаны создать папку под названием «Новая». В принципе, ее рекомендуют к созданию и сам Телеграм. В меню настроек, в пункте «Папки с чатами» мессенджер может предоставить рекомендуемые варианты. Так вот, в папке «Новая» будут храниться все диалоги с непрочитанными сообщениями. Очень удобно время от времени отсматривать свежие уведомления, а прочитав, диалоги оттуда будут пропадать. Можно создать даже несколько таких папок. Например, новые диалоги без каналов, либо без личных чатов, или все вместе и оставить только группы. Тут тоже придумывайте, как пожелаете. Отдельно можно создать папку, где будут находиться все ваши каналы, или отдельно группы, а возможно боты. Но, например, там они будут размещаться все, а не только те, в которых появились новые посты. Обязательно добавьте папку, где будут только диалоги с людьми. Если пользуетесь ботами, с ними тоже можно и даже нужно создать папку, чтобы они были все под рукой. Папкам можно задавать любое имя, а еще помечать их только смайлами. Тут уже как вам удобнее. Кроме того, Телеграм позволяет менять их последовательность. Разместите так, как удобно именно вам. В целом, рекомендация такова. Создайте папки по каждому направлению и получайте информацию именно с них. Таким образом, вкладка «Все диалоги» вам просто будет не нужна. Еще одна рекомендация, как можно навести порядок в Телеграме, касается закрепленных сообщений. Многие недооценивают эту возможность, а я советую вам ее протестировать. Во вкладке «Все чаты» Телеграм позволяет закрепить пять обычных и пять секретных диалогов. Попробуйте начать с обычных и закрепите самые-самые важные. Можно пойти дальше, ведь Телеграм позволяет закреплять до сотни диалогов в папках и архиве. После создания папок обязательно закрепите там самые нужные чаты. Например, в рабочей папке можно сделать закреп диалога с вашим помощником или боссом, а в папке с людьми закрепите чаты с лучшими друзьями. Таким образом, вы опять-таки рассортируете диалоги и самые важные будут всегда на виду. По сути, это главные фишки, которые нужны, чтобы привести в порядок Телеграм. Не поленитесь, сделайте папки, закрепите чаты, создайте отдельные каналы под разные потребности. И поверьте, вы будете получать еще больше удовольствия от использования мессенджером. Своими вариантами, как еще можно устроить Телеграм, дабы он служил верой правдой, пишите в комментариях. И не забудьте, на нашем канале в Телеграм есть еще больше фишек по хэштегу лайфхаки. Добро пожаловать! Не забудьте поставить лайк на видео, если оно оказалось полезным. И, конечно же, подписаться, если еще не со мной. Это канал Телеграмер. Подписывайся и знай больше. Телеграмер Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok